Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Деснат ТВ. С вами в студии Алина Сазонтова. Ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. ДТП по цветофорам. Сводка криминальной обстановки. Проект «Росатома» продолжает работу. Старт в образование будущего. Перекрёсток напротив УТЦ известен десногорцам количеством аварий. Что произошло в очередной раз, вы узнаете в нашем сюжете. 8 декабря этого года на территории нашего города Десногорска на перекрёстке УТЦ прошло дорожное транспортное происшествие с участием двух транспортных средств. В ходе для дальнейшего разминательства было установлено, что одно из транспортных средств проехало на запрещающий сигнал светофора, впоследствии чего произошло ДТП. Будьте внимательнее, длительнее, не спешите. У нас город маленький, можно всегда успеть везде. В Смоленске прошло заседание Межведомственного совета по контролю за исполнением в регионе указов президента. На нём обсудили вопросы об основанности проверок предпринимателей. Число плановых проверок сократилось, однако контролирующие органы компенсировали их внеплановыми, что негативно сказывается на эффективности деятельности бизнеса. Поэтому перед регионами поставлена цель изменить саму суть проверок, построив систему контроля на принципах партнёрского отношения к предпринимателям, а не подавления и поиска нарушений. Смоленские предприниматели получат субсидию на разработку и внедрение системы сбора ртутных ламп и отработанных батареек. Региональный департамент по природным ресурсам и экологии объявил отбор претендентов. Субсидия предоставляется юридическим лицам в рамках реализации областной государственной программы охраны окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области. Теперь смоляне смогут получить доступный способ утилизировать ртутные лампы и отработанные батарейки. В Десногорске прошли учения по отработке практических навыков тушения пожаров. Условное возгорание произошло в квартире 10 этажа 16 этажки. Благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных спасателей условный пожар был ликвидирован в кратчайшее время и с минимальным материальным ущербом. О криминальной обстановке в нашем городе за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 111 сообщений о происшествиях. Из них два сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 85 административных правонарушений, в том числе 68 нарушений правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 7 человек. В 11 районах Смоленщины в нынешнем году зарегистрированы случаи бешенства животных. Чаще всего инфицированными оказывались лисы и собаки. Зараженные животные могут подходить к населенным пунктам, контактировать с домашними собаками и кошками. За последний год в Десногорске неоднократно можно было наблюдать лис, которые подходили близко к городу. Важно своевременно вакцинировать своих питомцев, а в случае укуса и простого ослюнения такими животными необходимо сразу обращаться в больницу. Проект «Слава Созидателям», стартовавший в прошлом году, продолжает работу. В школах города проходят встречи с героями. Наша съемочная группа побывала на одной из них. 8 декабря ученики 4-й школы встретились с героиней проекта «Слава Созидателям» Надеждой Алешиной. Многие годы своей жизни она отдала детям, учительницам русского языка и литературы. Надежда Семеновна рассказала ребятам о том, как приехала первый раз в Десногорск в далеком 75-м году, о жизни в городе, о работе педагогом, а также о забавных случаях из своей жизни. Ребятам понравилось общаться с замечательной женщиной, человеком открытой души. Мне очень понравилась эта встреча. Очень было все эмоционально. Много чего рассказали, много чего я узнал. Обязательно нужны такие встречи, потому что это дает задуматься тому, как раньше жили и не совершать ни ошибок, а стремиться в будущее улучшить жизнь. Цель таких встреч – это формирование активной гражданской позиции у школьников и преемственности поколений на примерах труда героев-земляков. Улучшение условий для ведения бизнеса в Смоленской области по-прежнему остается приоритетной задачей региональной власти. Одно из важнейших требований – разработать эффективные механизмы поддержки предпринимателей, в структуру которых должны входить совещательные органы и деловые объединения, призванные решать возникающие у бизнес-сообщества проблемы. В прошлом году регион поднялся с 80-го на 31-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В Десногорске состоялась научно-практическая конференция «Старт в образование будущего». Ее цель – сформировать позитивный образ профессиональной деятельности и повысить престиж работы в атомной отрасли. Как все прошло, мы расскажем в нашем сюжете. 9 декабря в 4-й школе прошла научно-практическая конференция для старшеклассников города Десногорск. Ее организаторами выступили Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Обнинский институт атомной энергетики. Мы привезли профориентационную информацию, мы привезли стендовые материалы, очень насыщенные буклеты и так далее. То есть ребята смогут еще и визуально познакомиться с выбором будущей специальности и погрузиться в нее через интерактивные занятия. Ребята познакомились с факультетами вузов в игровой форме под названием «Материк непохожих». Ученики 11-х классов школ города Десногорск проходит профориентационный квест по следующим наукам – кибернетика, ядерная физика, экономика и биотехнология. Это поможет выпускникам расставить приоритеты на будущее и выбрать правильную профессию. Ученики школ посетили интерактивы по кибернетике и формации, игровые занятия постройству АЭС и самолетная фабрика, лабораторные занятия по анатомии. Смотрите, вот эта косточка называется лопатка. Вот эта косточка называется лопатка. Смотрите, значит, это косточка, а по-русски она называется крыльцом. Я считаю, что это очень интересный формат обучения. В Десногорске это огромная возможность посмотреть институты, так как, может быть, у некоторых нет возможности выезжать. Очень интересно, познавательно. У молодых студентов, ну уже не у молодых, у студентов магистратуры мы увидели опытов больше, чем мы увидели опытов на уроках химии. Молодые атомщики САЭС помогли в организации данного мероприятия. Все школьники были награждены сертификатами об участии. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания.